На картине истощенный мужчина со средоточенным взглядом. Карл Элиасберг менее известен, чем Дмитрий Шостакович, но именно он дирижировал оркестром во время исполнения легендарной седьмой симфонии. Благодаря защитникам города тогда удалось обойтись без воздушной тревоги. Концерт в осажденном Ленинграде продлился 80 минут. Симфония была написана эвакуацией уже композитором, хотя он начал ее писать еще в блокаде. И ее на самолете доставили в Ленинград, искали по всему фронту музыкантов. Понятно, что условия были не очень подходящие для репетиции. И сам Элиасберг по началу даже не мог ходить на них, его жена возила его на санках на эти репетиции. Но, однако, смогли собрать ансамбль. И 9 августа 1943 года сыграли с полным залом, на большую аудиторию. На одной стене светлые пейзажи после военных годов, на другой – мрачное изображение города-героя в период осады. 20 картин привезли в историко-краеведческий музей на выставку, посвященную 80-летию освобождения Ленинграда. Виды Выборга, крепости Орешек, которая охраняла дорогу жизни, портреты детей-сирот. Каждый экспонат оказался здесь не случайно. Несколько картин были нарисованы специально под эту выставку. Они совершенно такие свежие, можно сказать. Даже запах краски до сих пор у нас в зале витает. Но мы, как всегда, стараемся традиционную выставку сделать немножко разной. То есть в этом году у нас дополняются материалы исторические, живописными работами и графическими. Буржуйка, шинель и сапоги, питьевая вода и топор стали настоящими символами города-героя. А еще единственная связь с большим миром – подлинная радиоточка. Несмотря на то, что город находился в полной блокаде, это не значит, что он был оторван от всего основного мира, от всей страны. И это было очень важно, скажем так, сохранять вот эту надежду на скорейшее освобождение и снятие блокады города. Когда началась блокада, Галине Николаевне было всего три года. Старшая сестра и мать ушли на фронт. Отец погиб. Так она оказалась в приюте. Это такое страшное время, когда умирают люди. Но от пули, ладно, это война, а от голода – это непостижимо. Опухали люди. Но это тоже не со своих слов, а уже из воспоминаний. Это люди падали от обморока, от голода. Это себе даже не представить в наше время. 27 января – памятный день. У Галины Николаевны совпадает с днём рождения. Несмотря на жестокие испытания, любовь к жизни она не утратила. Это мы грустим от наших умерших. Это, конечно. Но страна пережила такое, во что страшно поверить, и которое никогда не должно повторяться. Выставка добудет меры и чести. Ленинград будет работать в Одинцовском историко-краеведческом музее до 20 февраля. Карина Яряшева, Артём Ломоносов, телекомпания Одинцова.